Здравствуйте! Я Артур. И сейчас поговорим о Мане Небесной. Чем дольше живешь, тем больше понимаешь, что еще очень много неоткрытого и необъяснимого в мире. И не то, что не соблюдаем законов природы, хоть порой очевидно и прямо в глаза лезут и напрашиваются, но мы просто от них отпихиваемся. А они очень важны. Кто-то на этой основе делает открытие, а мы после удивляемся. Ведь так просто и очевидно было. Недавно пришли мысли во время готовки пищи о Мане Небесной. Еще ее называют Хлебом Небесным, Хлебом Ангельским. А после небольших размышлений пришло объяснение, что это такое и что оно действительно существует. Часто ведь употребляем выражение «сыт из воздуха». И действительно, много людей очень мало едят и при этом полнеются. А задумался над этим, когда впервые услышал о людях, месяцами не потребляющих пищевых продуктов. Тогда говорили, мол, питаются солнцем. Задумался, что они, полурастениями стали? А теперь могу это объяснить. Так как долго проработал в море, на рыбацком флоте, было со мной такое поучительное состояние. Одним словом, на добыче Кривецкой провел пять рейсов. Это больше двух лет чистого плавания. Сталкивался с японцами, которые научили, что рыбопродукцию любую очень полезно употреблять свежей, прямо из улова. Любые моллюски, трубач, морской еж, креветки, кальмар, ну все одним словом, даже мелочь рыбы. Ну и увлекся тогда креветкой. Работаю в цеху и изредка по креветке, сырой, в час съедаю. Но приходит время обедать. Чувствуешь, нет ни малейшего желания кушать. Идешь, конечно, но уже на выбор беру или первое, или второе, что душа подскажет. И то до конца не съедал. Понравилось, конечно, да и полезно. Но если, допустим, ешь креветку вареную, то съешь ее штук тридцать, и кажется, что еще столько осилишь. Вот теперь подвел вас к объяснению Амана Небесный. И от счастья на этом строится моя методика похудения, и не только, но и здоровье, болезни, а кому надо, наоборот, набрать вес. Ну вот, и считаем. Недостаточно трех-четырех сырых креветок, или тридцать-сорок вареных. Разница 90% полезных веществ, которые от температуры улетели в воздух, в манну небесную. Ну, чтобы еще яснее было, скажу, что основа всего в мире соединений ОН, водород и кислород. А по-моему, энергия и информация. Она присутствует во всем и везде. И не важно, стол ли это, тарелка или еда, даже в вас она присутствует, и в очень больших количествах. И вот, когда варишь, улетает не только энергия, но и информация о продукте, что, по-моему, очень важно. Когда пища попадает в организм с прикрепленной информацией, все пищеварительные органы знают, что делать и куда дальше распределить его. Но когда долго варишь, и не обязательно варишь, даже шимкуешь или соковыжималка, вся информация улетает с запахом. А остается вкусный и тяжелый продукт питания. Назову его, ну как тут помягче, пластилин. Это ваши килограммы. Вспомните, ведь обалденно вкусно откусить яблоко или огурец, а овощной салат. Все пошло в дело. Приправы и специи, чтобы было вкусно. Первый естественный обман. Допустим, варишь, идет запах, чувствуешь его, ты хочешь этого запаха. А садишься кушать, запаха чу-чу, остался только вкус. Пластилин. Вот чем мы питаемся. И поэтому, если все же хочешь правильно и полезно кормиться, помни, при готовке только пошел запах, блюдо уже готово. И поэтому, если хочешь наладить свои мысли, питание, здоровье, много не надо. Заказываешь мною разработанную медитацию, и без запретов, и диет, только понимание, легко начинаешь выздоравливать. Информация тут же. Продолжение следует...